Сегодня хочу поговорить о рабочих местах. Этот вопрос вы всегда задаете, поднимаете. Для меня также важно, как и для вас, сделать все для того, чтобы новые рабочие места появились у нас в городе Саратове, в Саратской области. Но для того, чтобы создавались новые предприятия, необходимо создать комфортные условия для проживания людям. Нам необходимо сделать все для того, чтобы инвестор приходил, понимая, что есть инфраструктура и есть все для того, чтобы бизнес, предприятия развивались. Мы сейчас открыли экономические зоны в Саратове, в Энгельсе, в Балаково. Это большой плюс, потому что если предприятия открываются в особых экономических зонах, есть налоговые льготы. И сейчас уже вижу, что когда ведем разговор с компаниями, они первым делом задают вопрос, а вот есть такие условия, которые относятся к особым экономическим зонам в Саратове. Мы отвечаем, есть и в Саратове, и в Энгельсе, и в Балаково. И это наше преимущество. Есть территория, опережающая развитие, в Петровске. Это также наше преимущество, потому что можно в рамках возможности этой территории вести диалог. Мы сейчас ведем диалог на предмет развития в Балаково металлургического комбината. Об этом я ранее рассказывал более подробно. Это большой проект, который предполагает создание более 4 тысяч рабочих мест только на самом заводе, и плюс порядка полутора тысяч рабочих мест создания крупного автотранспортного предприятия. Понятно, что для этого надо развивать Балаково. И мы договорились, что будет восстановлен аэропорт Балаково. Этот проект сейчас в стадии реализации. Идет диалог с Министерством транспорта Российской Федерации. И найден инвестор, который будет реализовывать этот проект в рамках государственного частного партнерства. Поэтому я надеюсь, что он состоится. И это повысит привлекательность и Балакова. И, собственно, создаст те условия, которые позволят привлечь все новых и новых инвесторов и создавать рабочие места. Но на этом останавливаться неправильно было бы. Здесь, нужно сказать, мы ведем диалог с Сбербанком России и участвуем в конкурсе по размещению в Саратовской области «Центр обработки данных Сбербанка». Это очень большой инвестиционный проект. Стоимость его десятки миллиардов. С большим количеством людей, которые будут работать на этом предприятии. Причем программисты. Это высокооплачиваемые рабочие места. Но с нами конкурируют такие регионы, как Казань, Самара, Липецк. Поэтому для нас, конечно, важно, чтобы наши предложения отличались в лучшую сторону. Они у нас есть. Это и электроэнергия, которая есть в избытке. Не во всех регионах это есть. А ее еще отличает то, что она более дешевая, чем в тех регионах, где, допустим, она не производится. У нас есть и атомные станции, и гидростанции. Есть особая экономическая зона. Это очень важно для Балакова. Что касается Саратова и создания рабочих мест. Мы буквально в марте начали проводить серию переговоров с рядом крупных зарубежных компаний. Пандемия внесла свои коррективы. Мы приостановили этот диалог, потому что нужно было уже выезжать, непосредственно встречаться с руководством этих компаний. А так как мы еще подкрепляем этот разговор на государственном уровне, Поэтому думаю, что мы, как только пандемия пойдет на спад, вернемся к этим проектам. Речь идет о крупных проектах в области машиностроения. Обязательно вам об этом расскажу. В Энгельсе у нас, благодаря созданной особой экономической зоне, сейчас реализуется проект в области транспортного машиностроения. Троллейбусы строения. И, конечно, мы сделаем все для того, чтобы этот проект все больше и больше расширялся. И чтобы не только троллейбусы производились в Энгельсе, но и электробусы, кузова трамваев. Во всяком случае, мы об этом разговор ведем с инвестором. А это крупная компания «Трансмашхолдинг». Поэтому мы надеемся, что появятся новые рабочие места, предприятие расширится. И это также возможно, потому что есть сочетание. Несколько факторов. Особая экономическая зона, агломерация, но и, конечно, комфортная среда, которую нужно создавать. Потому что если мы создадим комфортную среду, чтобы люди приезжали, чтобы они не уезжали, чтобы жизнь была комфортной, от этого выиграют все.